Диконс и Джонс, как дела? Бас, как дела? Я всё сделаю. Сейчас всё будет. До встречи, Дик. Диконс и Джонс, как дела? Диконс и Джонс, как дела? Диконс и Джонс, как дела? Попадайтесь на эту удочку. Вам показывают пальцем вдаль, а вы смотрите прямо перед землей. С вами Марк Коплант. Это радиус свободы Орегона. Не верьте лжи. Так что ж получается, твой мудрый совет, Коуп, это исходить из того, что все вокруг врут. Так что ли? Ну, боже. А ведь это и правда хороший совет. Запоздал и правда, но все равно. Дик, как будет время? Заскочи в лагерь. Надо уговорить. Привет, Рикки. Да, хорошо, заеду. Конец связи. Какого хрена? Я нашел тех, кому могу доверять. Тех, кого это все не устраивает, как и мне. Я тебе зачем? Вот, посмотри. Ты был прав. Насчет жилет. Где ты это взял? Когда шла эвакуация, брали только сотрудников Мэра, федералов. Так вот, у Сары Ирэн Уитакер был четвертый уровень допуска. Уровень допуска. Она улетела на базу разведки. Возле Форт Рог. Отведи меня. Нет. Нет? Я же тебя подбросил. Мы вроде друганы. Базы нет. Что? Год назад. Местное ополчение... Ополчение? Ну и где их лагерь? Я не знаю. Как вы можете не знать, у вас же вертолеты сбудуты. Где-то рядом с Крейтор Лейк, но туда нельзя лететь, ясно? Там блокпосты, ракеты, гранатометы. Крейтор Лейк. Крейтор Лейк. Знаешь, чем мы здесь занимаемся? Мы изучаем эволюцию зараженных. Она идет вовсю. Сейчас мы в аду. А дальше будет хуже. Намного хуже. Иди ты к черту, Брайан. Мне наплевать на все это. Бухарь! Бухарь, ответь! Да, Дик. Слушай, тут такое дело. Год назад мы с Майком... Мы хотели поехать на юг, но перевал Сантиэм был закрыт. А он сказал, что знает другой путь. Дик, Майк сейчас не особо нами с тобой доволен. Да ты просто послушай меня. Ты помнишь, что он сказал? Майк-то... Да, он... Он хвастался, что знает, он все косит опы на сотни миль. Сказал, есть дорога, которая идет вокруг... Горит... Как-то так. Тилсон, Тилсон, да? Бочно, перевал Тилсон. А, так и нахрена тебе? Стоп. Черт. Ты поговорил. Она жива. Сара жива. Слушай меня. Ну, Брайан... Короче, он нашел ее удостоверение. Да, Бухарь. Я... Я думаю, она жива. Ты не терял надежды. Ты всегда остался. Ты не сдавался. Ты что-то будешь делать? Не знаю, Бухарь. Не знаю, но... Господи, если есть шанс, что она жива, я... Я должен ее найти. Ты обязан. Черт, мне пора. Рикки и Эдди нужно помочь. Полку там повесить или еще что-то такое. Слушай, поговорим, как вернешься. Конец связи. Ладно. До скорого. Заходи еще. Ладно. Посмотрим, что старик мне скажет. Черт. Ладно. Вот. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Ладно, я пойду. Слушай, знаешь, что я думаю, Дикон? Я думаю, тебе здесь просто страшно. Ты боишься быть частью чего-то. Ты нам нужен, и тебя это пугает? Прям до усрачки. Мне жаль. Да, и мне. Готов? Да, не терпится отсюда убраться. Давай, нам сюда. Ладно, показывай дорогу. Давай, давай. Мы с Джеком разок рыбачили. Ну, тогда еще. Да? Он поймал одну и не знал, что с ней делать. Да, Джек такой. Он вас держал в узде. Вы, конечно, много чего натворить успели. Но вроде обошлось без убийств. Нет, преднамеренных. Мы никогда не стреляли первыми. Знаешь, сколько сюда съезжалось туристов каждое лето? Немало. Тысячи. Не сосчитать. На шоссе стояли впритык внедорожники и автофургоны, а в них сидели мамаши с обгорелыми носами, папаши с пивным пузом и их сопливые дети. Радуга из панам, шлепанцев и гавайских рубашек. Ползли по этой дороге все лето, как разноцветные муравьи. Из Лос-Анджелеса, из Фэрвелла, отовсюду, без остановки. Хорошо, что я сюда не ездил в это время года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Помощь нам не помешает. У меня нет выбора, Майк. Ага, понятно. Иди за мной. Да, ладно. Да, ладно. Иди за мной. Пошли. Все, дальше я не поеду. Держись этой тропы. По ней ты спустишься прямо в долину Даймонд Лейк. Ну, удачи. Надеюсь, ты не ошибся, и твоя жена жива. Жива. Ну, может быть. Только спроси себя, что хорошего, если все остальные мертвы. Держи. Ну, может быть. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...